Цифровой тенге В Астане представители Национального банка Республики Казахстан провели специальную пресс-конференцию, на которой подробно ответили не только на эти, но и другие вопросы. Цифровой тенге – это третья форма тенге. То есть это не бумажные и не электронные деньги. Его преимущество в том, что он тратится даже без интернета. Пока что количество таких транзакций ограничено. После 15 операций необходимо подключиться к интернету и пройти верификацию. В этом году будет запущен первый этап проекта по внедрению цифровых денег. А в 2025 году она примет общенациональный характер. Цифровой тенге – новый инструмент оплаты, отвечающий современным запросам цифровой инновационной экономики. Цифровой тенге будет доступен через посттерминалы, QR-код, мобильные приложения банков, обычные банковские сервисы, так же как биометрия. Результаты, полученные в рамках пилотного проекта, реализованного в этом году, будут опубликованы в заключительном докладе в декабре 2023 года. В 2024 году проект будет расширен за счет добавления новых участников и увеличения количества сервисов. Следует отметить, что цифровой тенге построен на блокчейн-технологиях. Каждый шаг вычисляется и записывается. Если произойдет потеря средств, вы можете обратиться в свой банк с заявлением. Банк, убедившись, что вы не потратили деньги, повторно пополнит потерянные вами средства. Родители также могут запретить своим детям тратить цифровые деньги на алкогольную и табачную продукцию. Пользователь, как отдельный гражданин, сам решает, в какой форме использовать деньги. Никаких ограничений, никаких надзорных функций. Переход денег от одной формы к другой в равном эквиваленте. Поэтому никаких ограничений на клиента не будет. Он может принести наличные деньги, находящиеся в его распоряжении, в банковскую систему или перевести их в цифровую форму, как бы если бы вы обналичили деньги в банковской системе. В первую очередь цифровой тенге сыграет важную роль в борьбе с коррупцией и станет механизмом эффективного расходования государственных средств. То есть теперь появится возможность маркировать бюджетные средства в цифровых деньгах для целевого использования. Таким образом можно эффективно контролировать бюджетные расходы. Антон Хатиновский, Даниэр Булызбекулы, телеканал ЖТСУ, Астана. Антон Хатиновский, Даниэр Булызбекулы, телеканал ЖТСУ, Астана. Образ современной женщины – это отражение нынешнего общества. Сегодня женщины трудятся наравне с мужчинами, будь то производство или бизнес. Особенное место занимает их труд на селе, и это главная тема данного форума. Проект, стартовавший 11 лет назад в Акмолинской и Алматинской областях, сегодня охватывают всю территорию республики. Ежегодно с 2018 года данный форум проводится в каждом регионе страны. Благодаря этому 137 женщин стали обладателями безвозмездных грантов и открыли свой бизнес. Вместе с тем создано 7400 новых рабочих мест, а в этом году их число увеличилось еще на 20 человек. Конечно, нельзя сравнивать возможности сельских и городских женщин. У них разный доступ к участию в разных проектах, получению всевозможной информации и работе в различных проектах. А потому мы решили предоставить специальные возможности именно женщинам из сел. По нашему мнению, их роль недоценена. Мы хотим помочь им, поднять их социальный уровень, тем самым повлиять на жизнь сельских жителей. В этом году 56 женщин из Алматинской области подали свои заявки и презентовали свои бизнес-планы. 31 из них представлена на конкурс инновационных бизнес-идей. Трое получили одобрение и стали обладателями 700 тысяч тенге. Одна из тех, кому удалось получить средства на свое дело – Мадина Ускинбаева. Она основала семейную ферму «Мия». Два года назад ей удалось открыть крестьянское хозяйство. Сейчас там производится 5 килограммов сыра в день. Мы держим коз, благодаря которым производим сыр по итальянской технологии. Ранее я занималась этим дома, после чего мне пришла идея создать собственное производство. Также среди обладателей гранта – Ольга Назимова. Она занимается производством экокосметики для тела. Своё дело женщина открыла 13 лет назад. Благодаря полученным средствам она планирует открыть большой лавандовый сад. Всё, что вы видите перед собой – наш продукт, который мы готовим сами вручную, полностью из натуральных ингредиентов. Мы готовим мыло, твёрдый крема для тела, свечи, скрабы, шампуни, гели для душ, бальзамы для губ, соли для ванны. То есть всё, что связано с принятием ванны и уходом за кожей, мы можем сделать. Даже если этого продукта нет в нашей постоянной линейке, мы можем делать под заказ. Марзия Малдебаева занимается выпечкой без дрожжевого хлеба. У него много полезных свойств. Особенно он полезен людям, страдающим циалки, диабетом, аллергией и аутизмом. Теперь, благодаря полученному гранту, женщина хочет расширить собственное производство. Среди моих знакомых были дети, которые болели подобными болезнями. Они покупали мою продукцию, поскольку она очень полезна для их здоровья. Как только узнала о программе «Берекили Айель», решила поучаствовать. Как оказалось, в Ембекше-Казахском районе не было подобных проектов. Им не удалось получить грант. В будущем планирую развить свою продукцию в Ембекше-Казахском районе, чтобы безглютеновый хлеб использовали все жители района. В инновационном форуме приняли участие женщины из девяти районов Алматинской области. Отметим, что с начала года более 500 представительниц слабого пола в рамках проекта приняли участие в областных тренингах и улучшили свои знания. Айслужа Андосова, Айя Лунжурсын, Казажай, Дарбек, Нурбек, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. В Алматинской области порядка сотни адвокатов предоставляют бесплатные консультации и помогут решить юридические проблемы. Подобная услуга предоставляется тем, кто относится к социальным группам, потерявших кормильца, инвалидам, а также пенсионерам. Об этом на встрече с населением в Балхарском районе сообщил представитель департамента юстиции. Подробнее о безвозмездной помощи жителям Алматинской области расскажет наш корреспондент. Иногда жители не могут себе позволить услуги адвокатов, а потому не решаются обратиться за консультацией к специалистам, говорит представитель департамента юстиции Кайрат Пилалов. Он провел специальную встречу в селе Баканад для повышения юридической грамотности и оказания правовой помощи населению. На сайте департамента указаны все данные каждого из специалистов – имена, фамилии, адреса и контактные телефоны. Вся эта работа направлена на повышение правовой грамотности граждан. Согласно плану, два раза в месяц мы посещаем каждый район и предоставляем бесплатные консультации. Подобные рабочие поездки проводят как руководитель самого департамента, так и заместители, главы отделов, а также наши специалисты. Сегодня в регионе работают более 400 адвокатов. Из них 97 заключили соглашение с департаментом юстиции. Данным адвокатам из государственного бюджета предусмотрена оплата за каждую оказанную юридическую помощь гражданам из уязвимых слоев населения. Так, государственный защитник Бауржан Асанов вместе с коллегами с начала года проконсультировали около 70 жителей Балхашского района. До суда было доведено порядка 10 дел. В Балхашской районной правовой консультации работают 5 специалистов. Например, в селе Баканас наш офис находится по адресу улицы Брежанова, 70А. Жители могут прийти и получить нашу помощь. В департаменте юстиции Алматинской области действуют 7 отделов, где трудятся 53 сотрудника. Также на сегодняшний день в области оказывают услуги 242 нотариуса и 156 судебных исполнителей. В их числе и те, кто также заключил соглашение о безвозмездных услугах. Айслужа Андосов, Мирвер, Кадрбай, Казабир, Жанкин, Чебай, Телеканал, Четасу, Балхашский район. Ликвидация финансовой безграмотности. Военнослужащие десантно-штурмового батальона города Кунаев стали участниками проекта по повышению финансовой грамотности под названием «Общество без долгов», инициируемый партией Аманат и Халыкбанком. В рамках проекта слушателям провели аудит бюджета семьи, где изучаются возможности экономии текущих расходов для повышения доходов и досрочного погашения кредитов с высокими процентами. В целом, оффлайн-курсы для слушателей будут проводиться в течение пяти дней, а тренерами в обучении выступают не только финансисты, но и юристы, которые будут оказывать помощь каждому участнику проекта. Сегодня проводятся вторые занятия по ликвидации финансовой безграмотности с участием офицеров, сержантов и солдат воинской части, в ходе которого лично я получил много новой и полезной информации. Думаю, что каждый воспользуется полученным в рамках этого проекта знаниями. От лица слушателей хочу выразить огромную благодарность организаторам проекта и нашим тренерам. Ежегодно в стране от бытового насилия погибает около 400 женщин. Статистика ужасает. Эта проблема весьма актуальна и в Алматинской области. В городе Кунаев для помощи жертвам действуют специальные центры поддержки, один из которых – центр поддержки семьи Жануя. Там, оказавшиеся в сложной ситуации женщины, могут бесплатно получить поддержку психологов, нянечек и других специалистов. Центр социальной поддержки Жануя открылся всего пару месяцев назад. Однако, несмотря на столь малый срок работы, работники центра уже успели оказать помощь более сотни женщин. Сейчас в городе Кунаев проводится акция «Нет насилию». В её рамках специалисты центра проводят тренинги и всячески взаимодействуют с жертвами домашнего насилия. В нашем штабе работают 12 человек – психологи, юристы, социальные работники и другой персонал центра. Также у нас есть нянечки. Они помогают смотреть за детьми, если в центр попадает женщина с детьми. Мы также тесно взаимодействуем и с работниками других структур. Центр поддержки семьи Жануя также работает с полицией, городской больницей, управлением образованием и многими общественными организациями, среди которых городской совет матерей при ассамблее народа Казахстана. Стоит отметить, что благодаря работе совета матерей в Алматинской области в этом году было предотвращено около 60 разводов. Наша основная цель – это сохранение института семьи, вопросы воспитания подрастающего поколения. В сравнении с предыдущими годами в областном центре уже заметно уменьшение количества разводов. Однако, несмотря на это, проблемы всё же имеются. Наш совет с начала года уже оказал поддержку порядка 200 человек. Мы тесно работаем с подобными центрами поддержки женщин и детей. Главное на сегодня – это поспособствовать сокращению проблем в семьях наших граждан. Каждая женщина, оказавшаяся в сложной ситуации, может найти приют и поддержку всевозможных специалистов в стенах этого учреждения. По словам штатного психолога, работать нужно не только с женщиной, но и с её мужем. Иногда терапию комплексно проходят супруги, а также их дети. Сроки восстановления бывают разными. Самые сложные случаи требуют около 10 процедур. В данное время к нам обращаются в среднем где-то 5-7 человек в день. В основном это проблемы бытовые. Обращаются мамы многодетных детей, мамы детей-инвалидов, которым нужна реальная помощь, поддержка, мотивация. Психологические трудности идут в основном в том плане, что они не могут адаптироваться к сегодняшней нашей ситуации. И в основном поддержка нужна. Просто слова поддержки нужны многим людям, чтобы они понимали свою ценность. В ноябре месяце за психологической помощью к нам в центр обратилось около 10 человек. Всем проведены консультации, написано предварительное заключение психолога и составлен план работы на ближайшее время. Ежедневно в центр поддержки семьи Жануя обращаются порядка 3-4 женщин. И это только в городе Кунаев. Отметим, что подобные центры имеются ещё в трёх районах Алматинской области. Женщинам нужно не забывать, что они всегда могут попросить помощи и им будет оказана поддержка, независимо от сложности ситуации, в которой они оказались. В Кунаеве продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». С начала текущего года в городское отделение полиции поступило свыше 6 тысяч заявлений о различных правонарушениях. В проведении профилактической отработки «Правопорядок» в городе Кунаев задействованы свыше 75 сотрудников полиции. Также привлечены 100 военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан. Повсеместно разработаны маршруты пешего патрулирования в дневное и ночное время суток. В настоящее время по городу проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на выявление административных правонарушений общественного порядка. Также ведутся работы по профилактике дорожно-транспортных нарушений. Сотрудники полиции акцентируют внимание на принципе нулевой терпимости к любым мелким нарушениям порядка. Речь идет о распитии алкоголя, появлении в пьяном виде, курении в неустановленных местах, мелком хулиганстве, загрязнении мест общественного пользования, а также нарушении тишины. Основным направлением полицейской отработки является оздоровление оперативной обстановки города, а также принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности. С целью выявления правонарушений сотрудники полиции обходят дачные массивы, рынки, крестьянские хозяйства, съемные квартиры и различные отдаленные от центра места. Оперативно-профилактическое мероприятие по городу Кунаев будет проводиться до 30 ноября. Сотрудниками полиции также были выданы списки подозреваемых, находящихся в розыске. Одним из направлений отработки – контроль лиц, находящихся в списке службы пробаций. Стоит отметить, что каждое мелкое правонарушение будет рассмотрено в административном порядке. С начала текущего года сотрудниками городской полиции зарегистрировано порядка 500 различных правонарушений и преступлений, 70% из которых уже раскрыты. В казахской литературе имеется немало сборников избранных художественных произведений, как детских, так и взрослых, состоящих из прозы и поэзии. Однако до настоящего времени отсутствовала сатиристическая антология. Пробел восполнил деятель культуры, певец-композитор Аймухамбет Бесимбеков. В Национальной академической библиотеке Астаны были представлены авторские книги «Казак Сатирэнэн», «Антологиасы» и «Сак Сак Хулген Сатира». Представители интеллигенции, принявшие участие в мероприятии, поделились своими мыслями о новых книгах деятеля культуры. По словам Даулет Кирея Капулы, председателя Астанинского отдела Союза писателей Казахстана, каждый писатель знает о важности этого жанра. Новая книга Аймухамбета Бесимбекова, над которой он неустанно работал, удостоена премии Союза писателей имени Садыкбека Адамбекова, первого писателя-сатирика в Казахстане. Антология состоит из двух томов и выпущена тиражом в 500 экземпляров. Выход второго тома запланирован на 2024 год. Я подбирал произведения для этого сборника в течение долгого времени. Однако сложнее всего мне дался третий, заключительный этап создания книги. Легче всего стал первый – сбор казахской устной литературы и анекдотов. Например, сатира из таких произведений, как «Кужан Ассар», «Алдар Косе», «Тасша Бала», «Крыгутрык». Во второй части книги я объединил сатиры Сапра Жарау и Жамбыла Жабаева. В третьей части собраны произведения великого Абая Кунамбаева, основателя казахской классической письменной литературы, а также современных поэтов. Волонтеры, искавшие исчезнувшие Милану Давыдову, впоследствии обнаруженную мертвой, рассказали о странном поведении матери, передает КТК. В Казахстане стремительно сокращается популяция тюленей и эти и другие новости. Смотрите в обзоре новостей республики. В Экибастузе сегодня простились семилетней Миланой Давыдовой. Девочку, как заявили в полиции, убила собственная мать. Почему и как женщина убила ребенка, в полиции пока не говорят. А вот волонтеры, которые искали школьницу, вспоминают. Братья Миланы сразу сказали, мама часто поднимала руку на сестру. Три дня малышку искали в степи, осушали орки, а нашли под горой золы рядом с домом. Волонтеры, которые участвовали в поисках, сегодня рассказали некоторые детали происшествия. Мать девочки сама заявила о пропаже ребенка. Мол, Милана не хотела ехать вместе с ней и братьями шести и девяти лет к отцу на Жайлау. Он пас там скот и ждал семью в гости. Сегодня волонтеры говорят, женщина с самого начала вела себя странно. То говорила, что дочь пошла направо, то налево от дома, затем и вовсе в сторону колодцев. Свой пожизненный срок педофил-убийца из Сарагашского района будет отбывать в самой суровой тюрьме Казахстана – Черный Беркут. Учреждение чрезвычайной безопасности Костанайской области 48-летнего Саидолима Гайбназарова этапировали в начале ноября. До последнего дня своей жизни он будет сидеть в камере-одиночке. В ней отбывают пожизненные сроки лишения свободы те, кому на воле просто нет места. Ожидают педофилов в тюрьме и принудительная химическая кастрация. Медицинский препарат, снижающий либидо, будут вводить убийца ребенка не меньше одного раза в месяц. Гайбназарова осудили в сентябре этого года за изнасилование и убийство пятилетней Еркижа Нурмахан. До совершения чудовищного преступления он осетил почти 10 лет за убийство. А в начале мая этого года был приговорен к трем годам ограничения свободы за назесение увечья другу. Оставшись на свободе, он пошел на преступление, которое шокировало всех казахстанцев. Кроме пожизненного заключения, суд обязал Гайбназарова выплатить семье истерзанного ребенка 100 миллионов тенге. Популяция тюленей сокращается в Казахстане. По разным оценкам, их численность составляет около 300 тысяч особей, в пять раз меньше, чем в прошлом веке. Краснокнижные животные при этом продолжают массово гибнуть. Эксперты называют разные причины браконьерства и изменения экосистемы. И чтобы Каспийский тюлень не исчез окончательно, в следующем году в Мангистауской области намерены создать специальный резерват. Можно сказать, что это единственный способ сохранить популяцию тюленей. Это будет специальная заповедная зона под особой охраной. Обозначат ее в тех местах, где обычно обитают исчезающие животные. Появится резерват в следующем году. Правда, какую площадь он займет в Министерстве экологии, пока не решили. Кондезру Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. Не успели пожить. Новооткрытый вид китов в Мексиканском заливе на грани полного исчезновения. Всего на планете осталась 51 особь китов Райса. Ученые из США впервые напечатали волосы на 3D-принтере. Исследователи считают свою работу прорывом в регенеративной медицине. В Мексиканском заливе вымирает целый вид китов, численность которых во всем мире не превышает 50 особей. Киты Райса являются видом усатых китов и считаются единственным круглогодичным обитателем в этой местности. Редкий вид морских животных были обнаружены лишь в 1965 году. И даже тогда их считали под видом китобрайда. Отметим, что сегодня существует множество признанных угроз для китов Райса. Например, инцидент на платформе Deepwater Horizon. Показал, что эти морские млекопитающие страдают от разливов нефти, которые продолжаются и по сей день в Персидском заливе. Еще одной не менее опасной угрозой сегодня считаются корабли. Животные сталкиваются с ними, получая увечья, а также страдают от шума, который они создают. Несмотря на то, что борьба за китов Райса продолжается, некоторые ученые не уверены, что их удастся спасти. По словам морского биолога Международного университета Флориды Джереми Кишко, существует весьма большая вероятность, что уже через 50 лет в Мексиканском заливе не останется ни единого кита Райса. Напомним, их численность на сегодняшний день составляет 51 особь. Ученые из США напечатали волосяные фолликулы на 3D-принтере, на выращенной в лаборатории кожи. Это первый случай использования данной технологии для создания волосяных фолликулов, которые играют важную роль в заживлении и функционировании кожи. Группа специалистов из Политехнического института Ранселайера в Нью-Йорке искала способ создания кожи с фолликулами с помощью 3D-печати на клеточном уровне. В лаборатории образцы клеток кожи и фолликулов делились и размножались до тех пор, пока их не стало достаточно для печати. Затем каждый тип клеток смешивали с белками и другими материалами для создания биочернил. С помощью очень тонкой иглы слой за слоем биоинженеры печатали кожу, а также создавали каналы для размещения волосяных клеток. Срок жизни напечатанных тканей составляет всего 2-3 недели, однако этого недостаточно для развития волосяных стержней. Но исследователи надеются продлить этот срок и в конечном итоге вырастить волосы. Волосяные фолликулы помогают поддерживать влажность, регулировать температуру тела и содержат стволовые клетки, которые помогают коже заживать при повреждениях. Агирим Купаева по материалам интернет-ресурсов. 18-летний казахстанский штангист стал чемпионом мира в весовой категории до 81 килограмма. В итоговом протоколе Едигей Емберди по сумме двух упражнений сумел поднять 336 килограммов. Для молодого казахстанца это второе золото мировых первенств. В Мексике прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. В весовой категории до 81 килограмма чемпионом мира стал казахстанский штангист Едигей Емберди. По сумме двух упражнений наш тяжелый атлет поднял 145 килограмм в рывке и 191 килограмм в толчке. Емберди на один килограмм опередил туркменского спортсмена Гайгысы Затураева, который, к слову, не так давно на взрослом чемпионате мира занял шестое место. Выступавший в категории до 67 килограммов казахстанец Петр Хребтов набрал в сумме двоеборья 270 килограммов и занял десятое место. Защитника сборной Казахстана Нурала Али просматривает для приобретения клуб Манчестер Юнайтед. На предстоящую игру Казахстана со Словении приедут скауты для просмотра футболиста. Манчестер Юнайтед в последнее время потратил огромные деньги на футболистов, однако не все из них себя оправдали. Именно поэтому в клубе решили пойти от обратного и выкупить талантливого казахстанца. Гарри Макгауэр и Люк Эванс уже не так надежны. Так, на трансфер-маркет Нурала Алиб оценивается в 200 миллиона евро. Манчестер Юнайтед готов выложить любую требуемую сумму за казахстанского защитника. Не исключено, что посредником в сделке может выступить один из турецких клубов. Агирим Купаева по материалам интернет-ресурсов. Таким был день сегодняшних глазами наших корреспондентов. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. И только хороших новостей. До свидания.